Русские места в Италии. Остров Сан-Микеле. Остров Сан-Микеле расположен недалеко от Венеции, связан с историей России. В древности здесь был монастырь Архангела Михаила, а с 1807 года расположен на одной из самых необычных и красивых кладбищ мира, отличающиеся ухоженностью, яркостью, даже какой-то кричащей цветастостью. Кладбище стало место международного паломничества. Сюда едут люди, чтобы посетить могилы великих наших соотечественников Сергея Павловича Дягилева, Игоря Федоровича Стравинского, Иосифа Александровича Бродского. В православной части кладбища похоронен знаменитый театральный Сергей Павлович Дягилев. Год рождения 1872-1929, который являлся организатором знаменитых русских сезонов в Париже. Дягилев открыл для искусства многих известных хореографов и посвятил практически всю свою жизнь пропаганде русского балета в Западной Европе. Сегодня артисты балета, посещая могилу Дягилева, оставляют на ней не только цветы, но и пуанты, веря в примету, что это принесет им творческую удачу. Рядом с могилой Сергея Дягилева покоится прах его друга, великого композитора Игоря Федоровича Стравинского, годы жизни 1882-1971. Исполнители дирижера яркого представителя модернизма в музыке. Творческое наследие Стравинского очень велико. Четыре оперы, 12 балетов, кантаты, симфонии, концерты, хоры и другие виды деятельности. Он считается одним из самых значительных новаторов музыки 20 века. Игорь Стравинский прожил после смерти Сергея Дягилева более 40 лет богатейшей творческой биографией. Его не стало 6 апреля 1971 года. Великий композитор нашел последний приют на том же Венецианском кладбище. Иосиф Александрович Бродский, годы жизни 1942-1996. Один из крупнейших русских поэтов 20 века. Драматург, переводчик, получивший в 1987 году Нобелевскую премию по литературе. Иосиф Бродский умер в 1996 году в Нью-Йорке, но он хотел, чтобы его тело покоилось между телами Дягилева и Стравинского. Поэтому 21 июня 1997 года он был перезахоронен на кладбище Сан-Микеле в Венеции. Первоначально поэта планировали похоронить на русской половине кладбища, между могилами Стравинского и Дягилева. Но это оказалось невозможным, поскольку Бродский не был православным. Также отказало в погребении и католическое духовенство. В результате решили похоронить тело в протестантской части кладбища. Место упокоения было отмечено скромным деревянным крестом с именем Иосиф Бродский. Через несколько лет на могиле поэта был установлен надгробный памятник работы художника Владимира Радунского, на обороте которого выполнена надпись «Со смертью не все кончается». Обычно большие поэты не ошибаются, говоря о своей судьбе. Бродский ошибся. Будучи молодым, он написал «Ни страны, ни погоста, не хочу выбирать. На Васильевский остров я приду умирать». Однако в Россию, в Петербург он так и не вернулся. Говорят, у него было глубокое убеждение, что нельзя возвращаться назад. Одним из его последних аргументов было. Лучшая часть меня уже там. Это мои стихи. И сегодня не зарастает народная тропа к могилам наших великих соотечественников. Это наши русские места за рубежом. Спасибо за внимание. Поддержите канал лайком или подпиской.